Приветствую вас, зрители! Это канал Alex and Play. Мы продолжаем играть в моды на The World за Римскую Империю. И сегодня мы должны уже начать, я думаю, восстанавливать границы. Потому что всё-таки я забыл, что у нас есть решение восстановления Империи. Вернём нашей Империи былое величие. И тут можно разговаривать с разными провинциями, которые, ну, пучили автономию. Вот, и это нам тоже будет давать уменьшать напряжёнку. Тут уже, к сожалению, поднялось до 63. Нам надо всё это избежать, иначе будет гражданка, и мы ничего не сможем. Так, подумал-подумал я, и мы должны ещё сегодня всё-таки пройтись к росту экономики. Потому что лучше с экономикой ещё разобраться. Опять напряжёнка уйдёт от стагнации экономики. Будем избавляться от этого на вздухе. Поэтому пойдём по экономике. Субсидирование строительных организаций. При нашей смешанной экономике многие строительные организации стали испытывать проблемы и не могут эффективно вести работу. Если мы субсидируем некоторые из них, это, возможно, положительно повлияет на экономику в отрасли строительства. Скорость строительства на 200 дней плюс 10%. Что очень неплохо всё за 35 дней. Так, с кем бы поговорить? Я думаю, нам надо поговорить с Нарбонской галлией. Если она тут есть, Нарбонская галлия. Ну, либо... Два австрийские долги. Повысим их налоги, давай. Это снизится у нас напряжёнка. Только политвласть у нас ушла в жопу. Поэтому будем ожидать. К сожалению, политвласть у нас сейчас будет падать. Также я пошёл по манёвренной войне. Но, к сожалению, у нас... Я не посмотрел. Теоретика-то у нас нет. У нас есть только теоретики по эксперту огневой мощи. Но мы можем его всё равно взять. Типа, не разница. Всё равно нам по опыту армии нужен. Это неважно. Я думаю, что всё страшно. Но я хочу по танкам пойти. Посмотреть, как это у нас реализуется в Кримской империи. Ну, дойти до современного Блицкрига. Я думаю. Ну, потому что это все стандартные. А вот за Рим... Хочется пойти по немецкой доктрины в реальной истории. Так. Ну, пока мы дальше не пойдём. Что мы можем? У нас 87-й год. Ну, тут надо уже на самом деле... Ну, давайте строительством бафнем. Так. Дальше у нас фокус лицо имперской промышленности возьмём. Римская империя достигла небольших, но уверенных успехов в борьбе с экономическим упадком. Сейчас, как считает Сенат, настал тот момент, когда нам стоит делать крупные вложения в строительство сети заводских комплексов. Это улучшит нашу стабилизирующую экономику и напомнит мир, кто главный промышленный гигант. Будет в Лигурии две единицы фабрики и в Лацо тоже две единицы фабрики у нас появится на халяву. Так, ну, напряжёнка сейчас у нас должна упасть. Давайте ещё дальше. Ну, хоть, слава богу, она бесплатная. Так, по исследованию по авиации я взял всё-таки третью, то есть вторую доктрину посерединке, которая боевая поддержка с воздуха. Тут у нас скидка была, а нет, это не скидка, показалось мне. Ну, я думаю, вот это более эффективно, поэтому возьмём. Вот, но бомбардировщики всё равно у нас как промышленность. Я думаю, не такая мощная, хотя в будущем будет, я думаю, мощная. Но истребителей больше мне, я отдаю всегда отчёт. Истребители мне больше нравятся. Ребята, походу мы вот сюда не пойдём. Варианты устранения экономической риски. Правящая партия демократии. Поэтому пока забиваем и идём вот сюда. Выделение средств на строительство фабрик. Ну, на самом деле, у нас напряга очень плохо. До 70 поднялась, это очень херово. Выделение средств на строительство фабрик. Мы должны выделить без того катастрофического пустого бюджета деньги на строительство гражданских фабрик. Эти фабрики помогут нам немного стабилизировать экономическую ситуацию в Риме. Фабрик ещё будет добавлено 35 дней. О, император женился. Утро сегодняшнего дня озарило знаменательное событие. Наш любимый император. Но Мерериза женился. Его спутницей жизни стала Аврелия Метелли. Свадебная церемония прошла в недавно отреставрированной базилике святого Петра, после чего празднование было перенесено на загородную виллу отца невесты Марка Метелли, главу крупнейшей римской нефтедобывающей компании Роман Алеум Агри. Ну, нифига себе. Я скажу, вот этому Марку Метелли повезло-то. Это хорошая новость. Замечательно. У нас тут будет вот этот вот... В общем, убрался один национальный дух. Это хорошо. Это замечательно. Так, фокус у нас тоже изучился. Тут не можем, кстати, не пойти. Ну, давайте дальше решение проблем с логистикой. В последние 20 лет с окончанием Великой войны мы не проводили никаких крупных дорожных работ в стране. За это время многое изменилось. Транспорт стал более быстрым, требования производства к снабжению стали более строгими. Чтобы улучшить экономическую ситуацию в стране, мы, несомненно, должны заняться модернизацией дорог. О, уровень напряженности упадет. Замечательно. Айран-то, смотрите, начинает... Начинает... Бычить. Начинает бычить. Он уже пошел там в наступление. Захватывает... Чиняет пока мелкие страны. Это очень плохо. Так, и еще плохая новость. Проделки наших провинций. По неподтвержденным данным, римская провинция Лимания тайно направила вооружение одной из ячеек радикальной беистской группировки, что спонсируется движением беистов из Сената. Мы не можем доказать это. Однако нам нужно быть на щеку. Партия оружия была довольно крупной и неизвестно, на какие цели они были направлены. Что же они задумали? Увеличится напряженка опять. И рост напряженности. Ну, великолепно. Просто сразу. Ой, блин. О, да. О, да. Замечательно. Мы, походу, получим революцию. Спасибо. Нам надо 180 политической власти. Где мы возьмем... Ладно, давайте, ребят, я щитерю. Ничего страшного, я думаю, не будет. Просто добавим политвластика. Да. А потом уберем. Потом я уберу это. Просто нам надо дать отсрочку, потому что... Че? Как быть? Как нам быть? Так. Это плохо, очень плохо. Не-не-не, ну все. Кож-компания у нас немножко сейчас плоханется. И у нас можно ничего сделать. Так, все. Выполнил фокус. Теперь нам фабрики для нужной гражданской экономики провинции. Мы должны не скупиться и поделиться производственными ресурсами с нашими провинциями. Это поможет стабилизировать экономику по всей империи. Ну да, замечательно. Замечательно просто. Гражданка все будет. Так. Ну давайте с севтонским орденом поговорим. Может как-то немножко нам поможет. Мне не нравится, что здесь происходит. Если это начнется гражданская война, это очень плохо. Чего-то у нас все хреново, ребята. Все плохо, мне кажется. Хоть мы и сейчас выполняем экономический форум. У нас 120 дней остается. Действие, если не завершено через 120 дней, произойдет событие гражданской войны. Так. Вот стагнации экономики убрать. Ё-моё. Где она тут? Надо скорее убирать. Ну, не успею мне, кажется. Социальная политика. Не менее важным направлением в пути стабилизации нашей экономики является выбор нового подхода к ведению социальной политики. Обеспечив возможность строительства нового жилья и улучшения условий проживания людей, мы сможем увеличить производительность труда. Берем данный фокус. Хоть я тут понижаю все это, но все равно проблемы. Так, а квитание? Ну давай. Ну вот просто можно было бы это взять, но увеличится. Пока все увеличится, я не могу позволить себе радикальные такие меры принимать против провинции, к сожалению. Дотации на возведение морских портов. Наша империя простирается почти по всему Средиземному морю. И, конечно, самым эффективным средством передвижения по ней остаются именно корабли. Выделив дотации на возведение морских верфей и портов, мы сможем наладить более эффективное производство судов. А это, в свою очередь, улучшит нашу экономику. Выдоблена ячейка для строительства 3. Вы получили 3 единицы сооружения верфи и опыт плотки из 25. Отлично, мы сможем заменить там модули в подлодке. Так, то, что я взял еще теоретика. Пока что Артура Бергамини, он дает нам опыт флота. И там поисследованию доктринам ВМФ. Но потом мы его заменим, конечно. Да, я взял тут военное руководство. Видите, какие тут теоретики. Также следование производства, видите. И Руций Фульвий, я взял, он скоро строительство инфраструктуры, фабрики. И нефтеперерабатывающий завод дает. Так, давайте посмотрим, сколько у нас фабрик-то вообще. Фабрик. 56. Вот, хотя давай посмотрим нормально, потому что я, может быть, не то показал. Так, давайте посмотрим. Фабр 56, все правильно, все правильно. 10 заводов, но скоро уже начнем строить заводы. Римский торговый флот. Для укрепления наших позиций на мировом рынке нам стоит озаботиться улучшением престижности нашего торгового флота. Наши корабли вместительные и надежные. А что еще нужно для успешной торговки? И мы не успеем, у нас жопа, жопа, просто тут 70 дней, 70 дней, 35 дней. Но замечательно. 30 дней осталось до гражданской войны. Нам отсрочку не дают. Напряженка 91. Ну, все, лучших традиций. А, дать отсрочку. Дать отсрочку, подожди. Не, пофигу, я буду пользоваться читами. Подеть властью, потому что мне задолбало. Я хочу с этим закончить. Все-таки надо нам пожить. Пытаться. Так, тут мы можем какого-то нового поставить. Теоретика. Блин, такие себе. Вам надо сейчас-таки потом поеного магната взять. Плюс база политическая власть. Ну, давайте тайного манипулятора пока возьмем. Чуть нам, я думаю, поможет немножко. Вот, пока больше ничего трогать мы не будем. Пакет прогрессивных законов, которые нам ни хрена не помогут. Вот всегда, вот, понимаешь, и делаешь уже навстречу людям. Пытаешься уже выйти из кризиса, делать реформы. А хрен там. Все равно гражданку они поднимают, не видят ни хрена, что мы улучшаем им жизнь. Ну, и замечательно. Фенат внес на рассмотрение нового кандидата на пост министра финансов. Луций Перучетти, опытный экономист, полагает, что сможет вывезти Римскую первую изъям экономической визы. Очень жалко, что, к сожалению, он не успеет ничем нам помочь, потому что уже 10 дней осталось. И просто мы физически не успеем, кажется, отсрочка не будет. Отсрочка, мне кажется, не будет, то, что напряженка поднялась до сотки. Ну, все. Гражданская война у нас будет. Замечательно. Гражданская война. Случилось ужасное. Наша империя погрязла в гражданской войне. Сторонники воссоздали Паповской области. Воссоздание Паповской области взяли в руки оружие и выступили против нашей армии. Они смогли убедить население в том, что единственным выходом из экономического и политического заставица является предотвращение телократического государства с властью Папы Римского. Часть воинских подразделений перешла на сторону меседжников. Ситуация крайне тяжелая. Вот это переворот. Еще и провинции выступят против нас. Да, класс, класс. Италийское государство. Не, ну... Да, блин, энтер, сколько все изучилось-то. Ну, мы попробуем как-то повоевать, конечно. Но хрен его знает. Так, танки мы тоже сразу. Пробуем. Попробуем. Подавить. Восстание. Скорость дивизии у нас, благо, есть. Может, успеем. Ну и надо... Что у нас будет дешевле? Так, это дорогой шаблон. Ой, нет, танк не надо. Ну, давай обучим. Тут в умиле и романе. Иконница давай тоже обучим. Ну, здесь вот все. Ну и понеслась жопная война. Неудача. Да я понял, что неудача. Нам это мало чем поможет. Ну, ладно, начинаем. Надеюсь, наши войска подойдут. Ну и платье у нас еще выступают. Эти говнюки. Пока мы забудем на них. Ладно, забудем. Так, в столице-то у нас... Пытаемся их давить, конечно. Этих мятежников. Но я думаю, у нас не совсем это получится. Надо срочно эти дивизии выпускать. Будут готовы, надо сразу. Как будут только готовы, так сразу. Где-то мы можем пробиться. Блин, у нас не хватает. Такое вот у нас короткое прохождение. Ну, есть, конечно, шанс. Вроде где-то мы выбиваем. Да не, все херово. Мы пробить даже не можем. Замечательно. Мне нравится. Все, мы проиграли. Мы проиграли. Кавалеру выпустим, конечно. Предательство, конечно. Это просто предательство. Это просто предательство. С чисто. Очень плохо все у нас. Пробить мы не можем. Да нет, не пытайся. Да хватит атаковать. Но я отменяю, вот смотрите, я отменяю им приказ. Вот они. Остановись. Шон, ладно. Стоять мы будем сколько угодно, ладно. Стоять мы очень долго будем, я думаю. Но никакой атаки-то не происходит. Замечательно. Поиграли. Вот такая у нас компания. Всем спасибо, ну вот. Ну что ж, тогда придется нам компания закончить. И... Начать по новой. По новой играть. К сожалению, я не успел, наверное, все сделать как надо. Пошел, наверное, не в ту веточку. И в итоге вот что у нас получилось. К сожалению. Но... Такой финал тоже бывает. Это у нас такая вот финальная серия. Печально. Ну... Ну... Да. Серия у меня как бы удалась. Ну что ж, неудачи тоже бывают. Поэтому я... Сделаю эту серию финальным. Финальный. И давайте как-нибудь сыграем. Тогда это прохождение у нас немножко зависнет. Не будет сейчас сразу прохождения. К сожалению. Будем тогда проходить Россию пока что. Пройдем там за Россию в Райсов Раши, да? В моде. Серия будет выходить теперь по ней, да? А и Ноза Волд как-нибудь в следующий раз. Пройдем. Попробуем отнестись более серьезно. И попытаться все-таки избежать гражданской войны. Потому что... Ну... Видите, даже нас особо-то не захватили. Вот здесь вот мы вот где-то вот тут вот... То есть вот тут вот где-то мы были. Вот тут нас тоже подрезали в наши провинции и все. Но... Такое тоже могло случиться. Римская империя могла все-таки пасть. И, судя на, кризис был очень жесткий. Поэтому... Такое развитие событий может быть. Это, можно сказать... Будет в этом прохождении два финала. Ну... Такое вот мини-прохождение у нас получилось. Поэтому я надеюсь... Мы не очень расстроились. Конечно, я очень расстроился на самом деле. Мне не очень понравилось. Но ничего не поделать. Ладно. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх. И знаете, что самое интересное еще впереди. Фэнки, гайз. Всем удачи. И пока.